Уважаемый Ильхам Кейдарович, весьма рад снова встретиться с вами в этот раз на гостеприимной земле Кыргызстана. Также рад возможности обсудить вопросы кыргызско-азербайджанского взаимодействия. Я с большим удовольствием вспоминаю свой визит в Азербайджан. Хотел бы выразить вам искреннюю признательность за гостеприимство, которое вы оказали мне и членам нашей делегации в Баку в апреле этого года. Мы придаем очень большое значение вашему государственному визиту, поскольку он демонстрирует подлинные отношения стратегического партнерства между нашими братскими странами. Дружба наших народов основывается на долгосрочных, доверительных и добрых отношениях, испытанных продолжительным временем и историей. В нынешнем году наши страны отметили 25-летие договора о дружбе и сотрудничестве. Через три месяца у нас новый юбилей, 30-е годовшина установления дипломатических отношений. К этой дате мы подошли с хорошими результатами. Наше сотрудничество вышло на уровень стратегического партнерства. Отрадно, что динамично укрепляющиеся и расширяющиеся связи привели к активному взаимодействию между парламентами, правительствами и отраслевыми ведомствами наших стран. Ряд наших апрельских договоренностей получил практическую реализацию по линии совместной межправительственной комиссии, создан деловой совет, совместно откроем школу имени Гейдара Алиева, Низами Гяндживи и парк дружбы Кыргызстана и Азербайджана. Уверен, что ваш визит и проведение заседания Межгоссовета придадут новый импульс двусторонним отношениям. Это будет наглядным показателем активного развития нашего сотрудничества в политической, торгово-инвестиционной и культурно-гуманитарных сферах. Особо хочу подчеркнуть, что Кыргызстан настроен на системное и долгосрочное сотрудничество с братским Азербайджаном и готов к серьезному взаимодействию в стратегических отраслях. Уважаемый Ильхам Гейдарович, мы активно взаимодействуем и в международных организациях, и поддерживаем друг друга при выдвижении кандидатур в международные структуры. Кыргызстан неизменно придерживался позиций о территориальной целостности Азербайджана в международно признанных границах. Мы вам признательны за то, что вы поддерживаете все инициативы Кыргызстана на международной арене. Наши страны активно взаимодействуют в таких авторитетных международных организациях и структурах, как ООН, ОБСЕ, ШОС, СНГ, ОТГ, ОИС и движение «Неприсоединение». Уверен, что высокий уровень нашего сотрудничества продолжится. Уважаемый Ильхам Гейдарович, готов обсудить актуальные вопросы кыргызско-азербайджанского взаимодействия. И передаю вам слово. Пожалуйста. Спасибо, уважаемый господин президент. В первую очередь, выражаю благодарность за приглашение посетить братский Кыргызстан с государственным визитом. Также вспоминаю с теплотой ваш визит в Азербайджан, который состоялся полгода назад. И такая динамика наших отношений говорит о том, что мы настроены наращивать потенциал взаимного сотрудничества. Во время вашего официального визита в Азербайджан была подписана декларация о стратегическом партнерстве между нашими странами, которая подняла на более высокий уровень нашей связи. И уверен, что по итогам моего визита также будут достигнуты договоренности, которые будут способствовать углублению сотрудничества по многим сферам. Вы отметили направление сотрудничества наших стран как на международной арене, так и в рамках торгово-экономических связей. Думаю, что сегодня и мы с вами, и члены делегации будут иметь возможность и ещё завтра подробно обсудить наши планы и наметить пути укрепления сотрудничества. Я смотрел на цифры товарооборота, конечно, они не могут нас удовлетворять, но думаю, что те планы, которые мы наметили, позволят за короткий срок нарастить объём взаимной торговли. Также Азербайджан заинтересован в инвестиционных проектах в вашей стране. Это тоже мы сегодня обсудим. Особую благодарность хотел бы выразить вам за уважение к памяти основоположника Азербайджанского государства Гейдара Лива и его именем названа одна из больших школ Пишкека. Также, как вы отметили, будет открыт парк киргизской азербайджанской дружбы, школа имени Низами Генджави. Все эти знаковые моменты нашего сотрудничества, конечно же, вызывают глубокую благодарность азербайджанского народа и свидетельствуют о братском характере наших отношений. Я уверен, что и дальше мы будем сотрудничать эффективно. Отношения между странами будут развиваться динамично.